Около 40 миллионов тенге, выделенных на решение проблемы с водоснабжением в селе Сарозек, утекли сквозь пальцы. Бывший руководитель водоканала подозревается в хищении бюджетных средств. Аким Кирбулакского района Канат Испулатов дал поручение расследовать дело и привлечь всех виновных к ответственности. К следствию подключилось агентство по борьбе с коррупцией. Подробности смотрим в сюжете. О многолетней проблеме с питьевой водой в Сарозеке осведомлен чуть ли не каждый житель области ЖТСУ. Наиболее острую нехватку испытывает население микрорайона Новостройка, а также жители близлежащих к нему 50 домов. Из-за участившихся прорывов труб воды в кранах не бывает по несколько дней. Увольнение руководителя водоканала подлило масло в огонь и вызвало общественный резонанс. По словам представителей органов местной власти, причин частых аварий на сети немало. Причем вина возложена на подрядную организацию ТОО «Баймен», которая в работе использовала некачественные трубы из низкосортного материала. Не меньшая вина лежит и на приемной комиссии. За ней достаточный контроль. В результате из-за чего система водоснабжения пришла в непригодность раньше срока своей эксплуатации. Я спросил у Азамата, где насосы. Он молчит. По 4-5 дней нет воды. Сколько насосов отсутствует? Где 14 насосов? Глава Кирбулакского района Канад Есбулата вместе с жителями посетил коммунальное учреждение Куренбельцу, где воочию убедился в серьезности всей ситуации. Выделенные средства потрачены, но, как оказалось, не по назначению. Как итог, отсутствие водяных насосов. А потому вопрос, куда же были потрачены более 40 миллионов тенге, остается открытым. Было куплено 14 насосов. Сельским акимом было 14 насосов куплено. Спонсор, как помню, подрядчикам Кольца строя, им еще дополнительно дало 5 насосов. К сожалению, больший руководитель никак не смог нам внятно объяснить, куда эти насосы делись, показать. Он говорит, стоит в этих резидуарах. Вот он стоит. Я говорю, ладно, он стоит. Тебе купили. Да, купили. А где бувышный твой насос? Он говорит, он там, там. Ну, говорит, на ремонте два. Остальные 12 где? Не мог показать. Ну, он поставил предыдущий насос показать, где он. Он не смог это показать. И, соответственно, вопросы возникли. Сейчас материалы готовятся передать, что в департамент экономического расследования. Но со стороны активистов района было направлено заявление в антикоррупционную службу, проверить деятельность водоканала и выявить факты, если есть такое хищение или зоопрепление должно быть. Ну, насчет этого, чтобы сессия прошла, нам определило, кто что сделал. Водопровод Крунбель-Су является стратегически важным объектом района. Бывший руководитель оставил учреждение без присмотра. Все трубы и техника находятся в плачевном состоянии. Кроме того, здесь не проводилась и электрификация. Лишь установлены колонны. Хотя на полную модернизацию системы освещения было выделено 18 миллионов тенге. 14 насосов пропали. Вся техника в изношенном состоянии. За 13 лет сменилось три начальника. Они не передавали дело друг другу, когда уходили с занимаемой должности. В 2020-2021 годах было выделено 41 миллион тенге для ремонта водопровода Куренбель-Су. Но результатов нет по сей день. Вот уже который год жители поселка Саразик страдают из-за проблем с водоснабжением. По заверениям главы района, этот вопрос будет полностью решен до 2025 года. В рамках реконструкции всей системы уже в этом году будут заменены трубы в микрорайон Нижана-Турмес. Это позволит снизить количество аварийных ситуаций. Резюмировали представители ответственного органа. А всего в селе Саразик в ближайшие два года будет обновлено 87 километров трубопроводов. Аида Ахметова, Жасулан Шенкенжи, телеканал Житсук, Кирбуласский район.